750 миллиардов долларов. Столько нужно, по мнению украинских властей, потратить на то, чтобы отстроить страну, пострадавшую от войны. На конференции в швейцарском Лугана Киев предоставил десятилетний план по восстановлению Украины, особое внимание в котором направлено на восстановление инфраструктуры регионов, укрепление здравоохранения и обороны. В завершении двухдневной конференции лидеры почти 40 стран подписали декларацию, в которой зафиксированы принципы предстоящего восстановления Украины. «Война России с Украиной унесла тысячи жизней и привела к вынужденному перемещению миллионов людей. Миллионы украинцев лишились средств к существованию, а более половины населения рискует оказаться за чертой бедности». Конференция была запланирована ещё до начала войны, как пятая международная конференция реформ в Украине. Сумму в 750 миллиардов долларов для восстановления планируют собрать благодаря партнёрским грантам и частным инвестициям. Представители Украины назвали основной источник средств для финансирования страны. «Основным источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Российские власти развязали эту кровавую войну. Они вызвали это массовое разрушение, и они должны нести за это ответственность». Страны Запада продолжают вводить новые санкции. Ограничения касаются и частного капитала. Санкционные списки пополняют имена и фамилии бизнесменов и их имущества. Под арест уже попали несколько яхт российских олигархов. Общей стоимостью более 800 миллионов долларов. Офис генпрокурора Украины накануне также наложил арест на имущество российских и белорусских предприятий стоимостью более 120 миллионов долларов. Но пока вся эта недвижимость только арестовывается и замораживается, а не конфискуется. Ущерб украинской инфраструктуре просто колоссальный. Только на первом этапе восстановления на деоккупированных территориях необходимо отстроить около 40 тысяч объектов. «Среди них более 400 школ, около 300 садиков, 300 больниц, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства. Остальные – жилая инфраструктура, преимущественно многоэтажки и частные дома». По данным Офиса президента Украины, прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов оценивается примерно в 100 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что Евросоюз создаст централизованный орган, который будет заниматься координацией восстановления Украины и сбора средств на эти цели. Полин Евставьева, Белсад.